Декоративный мост на территории Экспо обрушился из-за ошибки в проекте. В нацкомпании рассказали о результатах проведенной экспертизы. Напомню, в середине ноября рухнула самая длинная из восьми подвесных конструкций. Расследования и анализ химического состава материалов показали, что ошибки в проекте и использование несоответствующего металла стало причиной ЧП. Похожие мосты, которые есть на территории павильонов, по словам представителей компании Экспо, в два раза короче и легче, поэтому упасть не должны. Тем не менее, здесь решено установить дополнительные опорные колонны. В компании заявили, застройщик совместно с проектировщиком будут восстанавливать конструкцию за свой счет, а степень ответственности виновных выяснят правоохранительные органы. Субподрядчик, проектировавший именно вот эту конструкцию, а она являлась самой длинной, предусмотрел не тот тип металла. Данный металл не предусмотрен именно для таких вот конструкций с тяжелой нагрузкой и с применением вот при таких температурных режимах. Отмечу, на сегодняшний день уже 112 государств и 18 международных организаций официально подтвердили свое участие в Экспо-2017. Пять павильонов переданы странам России, Турции, Венгрии, Франции и Китаю. И на данный момент проходят процедуры утверждения оформления и тематике выставочных залов.